В администрации состоялось очередное заседание Городской Думы. В начале заседания было объявлено о создании в Думе новой фракции политической партии «Новые люди». Далее председатель Антон Ульянов представил отчет о деятельности Гордумы за прошедший год. Депутаты Городской Думы занимались вопросами помощи участникам специальной военной операции, как прямым образом направляя финансы, так и привлекая денежные средства наших горожан, но, конечно, организационно здесь большую роль играл наш коллега Василий Васильевич Ласточкин, сопровождая те гуманитарные конвои на линию боевого соприкосновения, которые собирались с вашим участием, с участием всех горожан. Дума оперативно транслировала все меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей, которые были приняты президентом и губернатором в документы муниципального уровня. Также в прошлом году были приняты изменения в устав Городской Думы, теперь работники Думы и администрации, ушедшие на СВО, сохраняют за собой рабочее место и заработную плату по среднему значению. Кроме того, в прошлом году состоялся визит делегации Думы в город Энергодар Запорожской области. Была начата разработка проекта соглашения с этим городом. В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция. Ввиду непростой военной и политической обстановки на этих территориях, соглашение пока не заключено. Также в прошедшем году в Сарове прошла сессия стратегического планирования «Особенности развития закрытых городов». Есть такой пункт развития управленческих кадров города Сарова. Действительно, нам порой не хватает компетенций, нам не хватает специалистов. Есть такая структура, например, школа госкорпорации «Росатом». И, в общем-то, все эти структуры готовы делиться своими компетенциями, готовы участвовать в обучении специалистов муниципалитета, управленческих кадров. Это очень важно. И, на мой взгляд, это уже вошло в определенные документы, это зафиксировано, это точно будет реализовано. Дума работает над программой развития социальной инфраструктуры города. Объем финансирования – более 100 миллиардов рублей. Сегодня Саров – не только один из ключевых элементов обороноспособности страны, но и лидер технологического развития во многих отраслях. Далее на заседании были единогласно приняты изменения в устав города. Теперь городской депутат прекращает исполнение своих полномочий, если ему был присвоен статус иностранного агента. Также были дополнены категории лиц, которые получают поддержку из местного бюджета при заключении контракта с Министерством обороны. Муниципально-правовые акты теперь будут публиковаться в газете «Городской курьер». Далее были утверждены условия приватизации ЖКХ и преобразование его в акционерное общество. Виды деятельности предприятия после реорганизации остаются в целом те же самые. Добавляются два вида деятельности – это строительство жилых и нежилых зданий и управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов – 13 миллионов 545 тысяч рублей. Эта же сумма является уставным капиталом акционерного общества. «Горавтотранс» также был приватизирован единогласным решением депутатов. Дополнительных видов деятельности у него не появится. «Реорганизация связана с тем, чтобы предприятие более органично функционировало в условиях рыночной экономики на сегодняшний момент. Качество услуг при этом предприятие, и я как директор это могу точно заявить, будет расти год от года». Директор «Горавтотранса» также заверил депутатов, что качество услуг не упадет, и предприятие продолжит динамично развиваться. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.